Субтитры предоставил DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Вот я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу Мы посмотрим интересный сюжет о новом городском проекте Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Все занятия на онлайн-платформе «Самарские каникулы» будут бесплатными Всех активных участников, которые будут регулярно посещать онлайн-площадку и соцсети наградят почетными грамотами и призами Елена Борисовна, так вот очень точечно мы рассказали о проекте рассказали о том, что это будет а теперь давайте поподробнее Итак, «Самарские каникулы» 2020 или 2020 Что это за проект? Кто в нем может принять участие? В данном проекте может принять участие любой желающий ребенок но не только ребенок, но и родители, и бабушки, и дедушки и не только школьник, но и те дети, которые сегодня находятся у нас дома и не посещают детский сад Настолько интересная подобрана программа расписания лагеря нашего дистанционного лета Еженедельное расписание размещается на информационных ресурсах в родительских чатах, на сайте департамента образования И тот ресурс, который указан, вот у нас был в ролике, это группа ВКонтакте позволяет нам, любому желающему, поприсутствовать онлайн-лета провести в каждом районе То есть, если сегодня мы уехали за город и живем на даче мы запросто можем посетить и сделать зарядку вместе с учителями педагогами дополнительного образования железнодорожного района а тихий час провести с педагогами дополнительного образования Ленинского района или сделать поделку уже с педагогами и детьми другого района То есть, любой желающий может войти на наш ресурс информационный и поучаствовать в нашем дистанционном лете Старт был дан главой городского округа Самары Елена Владимировна Лапушкиной 1 июня, в День защиты детей Мы исполнили гимн нашего лета, прозвучала песня А какой гимн? Гимн придумали наши педагоги дополнительного образования И я даже больше хочу сказать, гимн-то мы исполнили в начале лета Но теперь традиционно, ежедневно наше утро начинается не только с зарядки а с прекрасной песней о том, как мы счастливы, что у нас пришло Самарское лето 2020 Интересно, вот мне подсказывают, что у нас есть звонок Давайте примем звонок, поговорим с нашим зрителем и затем продолжим беседу Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Добрый день Добрый Я Мария Такой у меня вопрос Скажите, пожалуйста, у меня дети, у меня их двое Они находятся в деревне, там есть интернет И можно ли оттуда участвовать в проекте «Самарские каникулы-2002» в деревне? Конечно Я только сейчас как раз сказала Любой ребенок, который сегодня выехал вместе с родителями за город Или находится, может быть, даже мы этот проект будем презентовать и другим учащимся наших соседних городов из Саратова, Казани, Ульяновского Любой желающий может зайти Доступ открыт Это все находится в свободном доступе Поэтому, пожалуйста, обращайтесь Мы с удовольствием вас, как участниками, тоже примем И самое главное Мы еще в конце нашего лета У нас будет торжественное закрытие летнего онлайн-лагеря 30 июня Мы подведем итоги И будут все активные участники и также их родители, активные участники нашего проекта Награждены, ну, пока дистанционными сертификатами, грамотами А потом, когда будут снят все ограничительные меры И традиционно пройдет фестиваль подведения итогов летней оздоровительной кампании Каждый активный участник получит ценные призы Даже так? Да, даже так До этого надо еще дойти Давайте сейчас поподробнее о программе вот этого проекта Самарские каникулы 2020 Итак, что входит, какие проекты, какие занятия В чем их прелесть, в чем преимущество, для кого полезны? Ну, конечно, мы знаем, что в первую очередь режим У нас участники проекта, в основном, конечно, аудитория с 1 по 8 класс И, конечно, дети должны соблюдать все режимные моменты В 10 утра с веселой музыки начинается наша утренняя зарядка Как только мы сделаем зарядку Вместе с педагогами дополнительного образования Или за участниками городского проекта Который у нас проходил в марте-феврале месяце Наши активные воспитанники учреждения дополнительного образования Кто у нас победил в этом проекте Тоже показывают, как проводить нашу утреннюю зарядку Мы делаем зарядку, и потом у нас начинаются занятия по интересам Допустим, сегодня будет музыкальный час Через некоторое время у нас начнется детская дискотека Потом мы перейдем в творческую мастерскую И еще хочу сказать, что у нас будет небольшой учебный познавательный час Это что значит? И вот здесь, в рамках этого часа, мы будем изучать историю Самарского края Мы посетим все уголки природные Мы съездим и на Самарскую луку И Жигулевский соповедник А самое главное, мы посетим и библиотеки И музеи Онлайн у нас будет трансляция И пройдем по нашим красивым Самарским улочкам Поэтому здесь будет уникальный проект Самарский край Который мы будем реализовывать не только в июне месяце Но и в последующие учебные месяцы После этого, конечно, у нас подойдет время тихого часа Который мы тоже говорили Некоторые скептики спрашивали у меня Как же вы придумали тихий час, как это можно сделать? Ну я вот тоже открою маленькую тайну Кто-то, может быть, действительно ляжет спать Потому что это время обеденного сна Обязательно должно быть такое И кто не уснет, то у нас будут сказка-терапия Да, у нас будут читать сказочные персонажи Или же сказательница Арина Родионовна Будет читать сказки для наших малышей А в день рождения Пушкина Мы приготовили большой-большой секрет и сюрприз Поэтому я не буду его немножко открывать В день рождения Александра Сергеевича Пушкина Многие увидят нашего Мы перенесемся на машине времени В то время, когда жил Александр Сергеевич И Арина Родионовна Ему читала в тихий час сказки Как только мы проснемся Конечно, мы вспомним о том Что мы должны поучаствовать в проекте Мода, красота Мы же тоже должны подумать о том Что мы сделаем, какую прическу Поэтому наши девочки-мастерицы Покажут мастер-класс, как заплести косички Или как сделать прическу мальчикам Кроме этого, ателье моды детской у нас работает Где педагоги покажут, как правильно шить Как правильно раскроить Или какое у нас платьице будет Самое-самое красивое летом 2020 года Ну и, конечно, детская дискотека По заявкам детей Которые мы проводим онлайн-заявку На нашем ресурсе То есть музыку можно заказать? Да, каждый ученик может позвонить Может написать сообщение Допустим, я хочу заказать Эту композицию И мы такую дискотеку сделаем Но буквально с завтрашнего дня Мы проведем новый проект Когда соскучившие друзья Могут передать привет Музыкальный своему другу И у нас уже есть заявки Из третьего А-класса Передают привет третьему Б-классу И поэтому все современные композиции Музыкальные Детская дискотека Концерты У нас это будут ожидать наших участников Илья Борисовна, мне подсказывают Что у нас есть еще один звонок в студию Давайте опять поговорим с нашим зрителем Потому что зрители это святое И затем продолжим обсуждать график Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Марина, меня зовут У меня вопрос тоже про самарские каникулы Мы в Октябрьском районе проживаем Мой ребенок из Октябрьского района Может ли он участвовать в мероприятиях другого района? Конечно Если вы зайдете на информационный портал Нашей группы ВКонтакте То с правой стороны вы увидите ссылочку Информационный ресурс каждого района И поэтому ученики Хоть они обучаются в школах Октябрьского района Могут кликнуть мышкой курсора На сайт, допустим, Куйбышевского района И учреждения дополнительного образования Онлайн-режиме покажут вам Что сейчас проходит в Куйбышевском районе Поэтому любой ученик, родитель Независимо от места обучения, места проживания Может посетить любой ресурс любого района То есть у него большой выбор получается? Большой выбор И самое главное Это все у нас сохраняется в ленте И любой ученик, любой родитель, который забыл Или не успел поучаствовать в караоке мастер-классе Он может, пожалуйста, прийти на наш портал Немножечко спуститься вниз в информационной ленте И увидеть этот ролик И посмотреть еще раз Я вот хочу сказать вот именно об уроках кулинарного дела Вот вы знаете, передачу «Готовим вместе» Теперь мы будем готовить вместе Наши любимые детские блюда Вот этот проект мы тоже впервые придумали Когда совместно с родителями мы дома будем смотреть То, что делает наш педагог дополнительного образования В онлайн-студии И учиться вместе с педагогами, вместе с родителями Готовить уникальные детские блюда Вот если говорить о графике Итак, дискотека детская затем? Учебный час Учебный час У нас литературный час, техническое творчество Кроме этого мы тоже обучаемся игре на музыкальных инструментах Вот позавчера мы уже даже учились У нас был час игры на гитаре Ну, самое популярное среди подростков Это да, поэтому Сейчас у нас в проекте «Укулель» Есть такой музыкальный инструмент Мы хотим Как? «Укулель»? «Укулель», да Мы хотим сейчас как раз попробовать Для малышей и начальной школы На данном инструменте Попробовать мастер-класс провести Елена Борисовна, у меня, знаете, вопрос такой родился Вот в этой ситуации А где вы взяли людей, которые вот все это проведут? Специалистов Потому что и учить играть на гитаре Готовить, рассказать сказку Да еще так, чтобы и Арина Родионовна поаплодировала Затем техническое творчество То есть это, я так понимаю, специалисты Все вот департаменты образования, правильно? Нет, немножечко не так Совместно со специалистами департамента образования Педагоги дополнительного образования Их около тысячи Придумали данный проект Около тысячи? Около тысячи, да Педагогов, воспитателей учреждений дополнительного образования Вообще в городском округе Самара 62 учреждения дополнительного образования Где трудятся педагоги дополнительного образования И сейчас наши учителя Общеобразовательных учреждений школ Готовят детей к единому государственному экзамену А педагоги топообразования именно участвуют в этих мастер-классах, в проектах, в часах, музыкальных, творческих и конкурсах. Я тогда понимаю, почему он такой масштабный. Потому что то, что вы описали, у меня сразу первая мысль появилась. Во-первых, кто придумал? Кстати, а кто придумал? Честно хочу сказать, придумали мы с мести департамента образования. Опять специалисты департамента образования, руководители управления, воспитательные работы Марина Анатольевна Бажанова придумала. Замечательно. Да, и наши рабочие группы, руководители учреждений дополнительного образования. Директора учреждений дополнительного образования тоже совместно придумали с нами этот проект. Просто этот опыт потом можно транслировать на другие территории, в принципе, по всей стране. Это не стыдно, скажем так. Нет, это не стыдно. И более того, хочу сказать, мы 30 июня, конечно, проведем торжественное закрытие летней нашей первой смены. Но в моих планах продолжить данный вид, именно проведение летнего и не только летнего, вообще каникулярного отдыха в таком формате. У нас же впереди будут и осенние, и зимние, и весенние каникулы. Я считаю, такой формат, такой проект должен жить, наоборот, развиваться. Сейчас мы только как раз идем, мы пробуем, мы на ходу перестраиваемся. Ну, конечно, это все экспромт, в общем-то, во многом. Это экспромт во многом у нас. У нас мозговой штурм ежедневный проходит. Мы каждый вечер подводим итоги, что у нас получилось, что надо усовершенствовать. Я хочу сказать, именно в анализе происходящих мероприятий у нас участвуют не только педагоги, но и дети. Поэтому в режиме онлайн нам может каждый родитель позвонить и сказать, вот это нам понравилось, а вот наоборот, это уберите. И это тут же будет сделано. И тут же мы это делаем, потому что вот это будет продукт нашего совместного творчества. Я думаю, я надеюсь, это будет хороший, правильный, воспитательный проект. И не зря я сказала, социально значимый городской проект. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один сюжет, и мы посмотрим как раз на ведущих проекта, посмотрим на тех людей, которые, собственно говоря, вам помогают. А затем вернемся в нашу студию и продолжим беседу. Давайте. Желтым мебом на асфальте летом Самарские каникулы! Вы дождались! Ура! Самарские каникулы! Восторгите двора! Доброе утро, ребята! Как дела? Уверен, что хорошо! Мы рады, что вы с нами в проекте Самарские каникулы 2020! Сегодня у нас новый насыщенный день! Зажигайте мне флешмобы! Творческие мастер-классы! Будет интересно! Оставайтесь с нами! Елена Борисовна, вот я обратил внимание, что лица молодые и лица очень задорные, то есть лица неравнодушные у тех, кто будет вести, то есть явно они любят то дело, которым занимаются. Это молодые педагоги! Это молодые педагоги? Да, это молодые педагоги, центры дополнительного образования. Можно только поаплодировать. Да. Вы знаете, вот какой вопрос хотел задать в связи с этим? Творческие площадки, великолепно! А вот вы в итоге что ждете от них? Какой результат? Результат какой? Да. То, что у нас по итогам лета и по итогам реализации данного проекта выйдет не только отдохнувший ученик, но и самое главное творческая личность. И наконец-то, я говорю, понимаете, когда я сегодня готовилась к передаче, я прочитала прекрасное выражение. Не бывает нетворческих детей. Надо создать эту среду. Раскрыть? Раскрыть талант ребенка. И вот сейчас мы именно этим проектом создаем вот ту среду, погружаем вот этих наших деток, наших воспитанников. И я уверена, что у нас по итогам лета будет плюсом сколько-то музыкантов, а может быть и новые поэты родятся. И я уверена, новые солисты танцевальных коллективов будут. И еще о чем я хочу сказать, почему я призываю всех заходить на каждую страничку каждого района. Я хочу, чтобы у нас дети посещали учреждения дополнительного образования, потому что мы сейчас показываем проекты именно этих учреждений, независимо от места проживания. Мы хотим, чтобы из Кировского района приезжали в Куйбышский район, Советский район поехал в Красноглинский район. Потому что учреждения дополнительного образования каждого района уникальные. И в каждом районе есть изюминка. У нас очень творческие люди. Мы умеем мастерить модели судов маломерных. Мы делаем самолеты, космические корабли, поем танцевальные ансамбли. Какой мастер-класс у нас делают юные художники, юные программисты. У нас есть студия робототехники, целая секция потрясающих умных детей. Я уверена, это будущий Эйнштейн. Кто-то у нас там будет обязательно. Поэтому я хочу, чтобы все познакомились с нашими учреждениями дополнительного образования. Познакомились с классами, мастер-классами. И стали гармонически развитой личностью. А мы, педагоги, все для этого сделаем. Важный момент. Для того, чтобы все это работало, необходима техника. Вот сейчас время доступа в интернет, время компьютеров, время ноутбуков. К сожалению, не всегда и не у всех они есть. Вот как с этим? Помочь тем, кому, скажем так, не очень легко. Ну, все мы помним конец марта 2020 года, когда мы были вынуждены перейти на дистанционное обучение, на новую форму обучения. И мы поняли, что не в каждой семье, особенно в многодетных семьях или же в малобеспечных, есть компьютерная техника. Учреждения образования, школы сразу выполнили все заявки. Вот у нас, я знаю, что в школы родители обратились. 834 семьи получили во временное пользование компьютерную технику. 834. 834 семьи. Из них 243 семьи – это малобеспеченные. 22 ребенка-инвалиды тоже мы им выдали компьютеры, ноутбуки мы выдали. И 569 семей многодетных, там, где 2-3 ребенка, и из них все 2-3-4 человека, все ученики, получили ноутбуки. Конечно, мы бы своими силами не справились, если бы не Дмитрий Ильич Азаров, наш губернатор, который в самые первые дни вручил компьютеры, ноутбуки семьям. Тоже помогли в городском округе Самара. Кроме этого, социальные партнеры – это и АО «Жигулевское пиво», и «Транснефть» при Волгой, и «Бизнес-гарант» нам дали безвозмездное пользование учреждениям, а мы выдали в семье технику. Кроме этого, фонд общественного мониторинга развития системы образования, национальной ресурсообразования, выдали в наше образовательное учреждение. 78 школ получило 340 смартфонов с выходом в интернет, которые тоже позволяют всем учащимся пользоваться интернет-ресурсами. Лидия Борисовна, мне подсказывает, что есть еще один звонок в студию. Давайте ответим и затем продолжим. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я бы хотела бы узнать, может ли ребенок, не зарегистрированный в группе, принимать участие в «Транснефть» каникулах? Регистрация не требуется. Я еще раз повторю, свободный доступ, у нас не закрытый аккаунт, поэтому любой, даже начинающий пользователь, может войти на наш ресурс и поучаствовать в этом проекте. Лидия Борисовна, времени остается не очень много. Знаете, вопрос очень важный, меня лично даже он крайне волнует. Онлайн очень хорошо, а летние лагеря будут? Вопрос волнует всех родителей. Я знаю, этот вопрос волнует всех родителей, так что мы все очень соскучились. Мы хотим поехать в наши загородные лагеря в городском округе Самара. У нас 13 загородных лагерей. У меня сын в Олимпе тренируется регулярно. Да, прекрасный лагерь от Олимпа, который мы сейчас тоже вспомнили. Ну, мы взрослые, готовимся к летней оздоровительной кампании. Как только будут сняты все ограничительные меры, вы, наверное, все слышали, тоже были рекомендации главного врача, что у нас с 1 июля будет рекомендовано, но в каждом регионе индивидуально начать летнюю оздоровительную кампанию в загородных лагерях. Поэтому мы готовимся полным ходом. Идут ремонтно-строительные работы. Прошла обработка, диетизация, отключает комаров. Мы полностью готовы. Все, что готовим, мы готовимся. И только, как только будут сняты все ограничения, мы тоже поедем в наши любимые загородные лагеря. Конечно, будем соблюдать все меры предосторожности. Это однозначно. Мы это уже даже не обсуждаем. Но кроме этого хочу открыть еще немножко такую и порадовать наших родителей, особенно учеников начальной школы. Мы планируем с 3 августа, ну тоже в соответствии с ситуацией, пригласить наших учеников в наши пришкольные лагеря. В этом году мы планируем открыть 188 пришкольных лагерей. 14 тысяч детей посетит у нас этот лагерь. У нас будет организовано горячее питание, конкурсы, игры, танцы, развивающие программы. То есть дети у нас еще отдохнут и в пришкольных лагерях. Поэтому мы готовимся, ждем, а дальше как сложится ситуация. Интересно, не так много времени. Давайте посмотрим еще один сюжет и затем еще вопросы есть. В здании 46-й школы поменялось буквально все от пола до потолка. Построили его в 1956-м. А последний капитальный ремонт делали 28 лет назад. Два года назад во время урока в кабинете начальных классов с потолка осыпалась штукатурка. Никто не пострадал, но городские власти приняли решение привести школу в порядок. А учащихся их в школе свыше 700 временно определили в соседние учебные заведения. Во время ремонта здесь укрепили фундамент, установили новые окна, отремонтировали кровлю, полностью заменили системы электро- и водоснабжения. Снаружи и внутри здания провели отделочные работы, оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию вокруг школы. В коридорах установили специальные сенсорные медиаэкраны с расписанием. В классы актовые спортивные залы и столовую закупили новое оборудование. Елена Борисовна, итак, важнейший вопрос. Ремонт в школах, подготовка к новому учебному году. Когда начнется и где пройдут самые сложные, самые важные, масштабные работы, ну, как в 46-й школе, например? Ну, с 1 июня у нас началось не только лето, но у нас началась подготовка зданий к новому учебному году. Мы не дожидались окончания учебного года, уже заранее подготовились документации для проведения торгов, и уже 14 аукционов у нас состоялось. Сумма контрактов у нас около 40 миллионов. 14 учреждений готовы и уже начаты ремонтные работы. Из них 9 пищеблоков будет. В одной из школ номер 9 будет вновь построенный пищеблок. Там очень сложные технические работы будут проводиться. Учащиеся Красногленского района получат современнейший пищеблок, где будет современное технологическое оборудование, мебель и так далее. Кроме этого, у нас проводятся уже капитальные ремонтные работы кровли. Это очень тоже значимый вид работы, потому что именно в летний период надо проводить. В ожидании у нас еще буквально, как только будут проведены все подготовительные работы, состоятся торги и дальше. Поэтому у нас ремонтные работы идут полным ходом, независимо от ситуации. Мы ничего не изменили в плане ремонтно-строительных работ, потому что мы знаем, что лето пройдет и начнется новый учебный год. И подход такой, так как у нас школы сейчас закрыты, мы начали ранние ремонтные работы уже в конце мая. И в соответствии с поряжением министра образования Самарской области Акапианова Виктора Валерийовича, мы уже тоже издали приказ и с 1 июня начали готовить учреждения. К 25 июля все ремонтные работы должны быть завершены. И с 1 по 19 августа будут проходить комиссионные проверки учреждений. Елена Борисовна, к сожалению, время программы подошло к концу. Мне подсказывают большое спасибо за интересную, очень содержательную беседу. Надеюсь, увидимся не один раз и нам будет о чем поговорить. Напоминаю, в нашей студии была Елена Чернега, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара. Берегите себя и помните, что умные люди учатся всю жизнь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!